МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Археологи нашли в этих постройках много общего с архитектурой пирамид знаменитого Теутиуакана в Мексике. Возможно, в глубокой древности их создал один и тот же народ. Но кем были эти люди? Каким образом за тысячи лет до появления современных строительных инструментов и техники они сумели построить грандиозные сооружения из огромных каменных глыб? Некоторые исследователи считают, что история человечества на самом деле насчитывает не сто тысяч, как утверждают учебники, а миллионы лет. Сколько раз люди доходили до вершин своего развития и снова возвращались к первобытно-общинному строю? Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из них будет раскрыта сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рукотворный потоп и оледенение. Кто сдвинул земную ось? До нас были прав цивилизации, которые были очень мощными. Самарский феномен. В средней полосе России найдены разваленный пирамид. Здесь действительно есть два трубчатых предмета, которые накололи текан. Неизвестный металл и загадочная технология. Таинственный камень поставил ученых в тупик. Не знаю, как можно было в камень вогнать так, чтобы он стоял там не знаю, сколько лет. Да исторические технологии повернули вспять всю историю Земли. Как высокоразвитые цивилизации потеряли свое могущество. Нужно понимать, что заставило их уйти с арены деятельности, почему они исчезли. Загадочные скелеты ставят ученых в тупик. Что погубило древних гигантов? Может быть, жители древнего города стали жертвами неудачного ядерного эксперимента? Огненная колесница или стратегический бомбардировщик? Летательные аппараты древних. Эти самые виманы могли развивать в атмосфере скорость до 800 км в час. И где теперь хранятся ядерные заряды древних воинов Махенджо-Даро? Это сооружение, оно было взорвано так, что от него остались там куски в несколько сотен тонн. Тайные страницы истории человечества и неисследованные артефакты, которые подвергают сомнению общепринятые теории. Смотрите прямо сейчас. Тайны мира. Замещание титанов. Секретные материалы. Здравствуйте, с вами Анна Чапман. И сегодня мы расследуем обстоятельства самых таинственных фактов в человеческой истории. Это сооружение событий и факты, которые не укладываются в привычную картину мира. Посмотрите, это фрагмент обелиска в Карнаке. На нем видны отверстия диаметром 1 см, а глубиной около 10 см. А это древние гранитные камни с идеальным сверлением. Внутри отверстия видны ириски, идущие по спирали. Расстояние между рисками 1 мм. Но блок сделан из красивого гранита. Одно из самых твердых пород на Земле. Это обломки саркофага в Дашуре. Внутренние углы в них вырезаны идеально прямыми. Наша цивилизация не имеет пока еще так обрабатывать камни. Вообще это похоже на штамповку или литье. Но гранит мы не лить и штамповать пока еще не научились. Какими же на самом деле технологиями обладали древние люди? В 40-х годах прошлого века лесорубы Коста-Рики обнаружили в густых джунглях разбросанные повсюду каменные шары. Некоторые из них достигают веса 16 тонн. В устье реки Диквис оказалось более 300 таких камней. Правильные сферы явно были сделаны человеческими руками. Но рядом с ними никогда не было поселения индейцев. Эти сферы действительно можно с первого раза подумать, что они инопланетного характера. Либо остатки процивилизации, которая существовала на данной территории до современной нашей цивилизации, нашего времени. Эти сферы являются какими-то накопителями базы данных, которые имеют какое-то практически применение даже в будущем. После обнаружения костариканских артефактов археологи по всему миру нашли еще сотни аналогичных каменных шаров. В Боснии, в Мексике, на побережье Новой Зеландии, в Египте, Бразилии, Казахстане и даже неподалеку от Северного полюса на земле Франции Иосифа. Новозеландские индейцы Маори в своих легендах называют эти шары картошкой, просыпавшейся на землю с небесного каноэ. Обработаны уникальным способом. Даже в наше время мы можем только предполагать при помощи чего и при помощи каких-то технологий было это сделано. Мы можем предположить, что обработка была высокотехнологическим орудием труда. Может быть, даже в те времена уже могли обрабатывать при помощи и плазмы, и лазера. Некоторые исследователи считают, что каменные шары остались от древнейшей цивилизации, населявшей нашу планету миллионы лет назад. Обнаружили, что они имеют определенные геометрические знаки. То есть, либо это был треугольник, либо это был бы круг, либо это была просто прямая линия, либо это были какие-то геометрические фигуры, которые для чего-то были созданы нашими предыдущими цивилизациями. По одной из версий, сфирические камни, разбросанные по всему миру, служили чем-то вроде разметки на взлетно-посадочных полосах космодромов. По ним ориентировались огромные летающие машины, существовавшие на Земле много миллионов лет назад. Это некий даже резонатор, то есть, он сделан как бы, если шары по группам, допустим, то есть, вероятно, что это как бы они объединены в одну цепочку и действуют как одно единое целое. Может, какую-то определенную связь с космическими какими-нибудь аппаратами, либо даже с другими планетами. Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется в Самарскую область. Здесь, в районе Самарской Луки, в 2010 году были найдены огромные валуны загадочной формы. Исследователи считают, что когда-то они были частью огромного города. Площадь древнего мегаполиса около полутора тысяч квадратных метров. Ширика культуры не могла не оставить наследие, но мы это нашли. И отдельные камни, и целые храмовые комплексы, гигантские. И есть изделия, вот этот камень где-то, Саша, влезет килограмм 600-700, а есть изделия до 500 тонн рукотворные. То есть, он просто в Пасхе, если он хочет отдыхать. По гигантизму, тем более, по островности. Местные жители используют камни из древних сооружений, не догадываясь об их истинном назначении. Фермер Сергей Кульков собрал у себя во дворе целую коллекцию загадочных валунов. Я их сюда привез, когда я еще не знал, что они принадлежат там какой-то культуре, росариев, там, святилища, еще лежали они около дороги, там, по ним ездили машины, трактора. Фермер заметил, что все камни тщательно обработаны. То есть, когда-то они составляли стены и фундамент огромного здания. И таких рукотворных глыб в окрестностях тысячи. Они обработаны по технологии, которая и сейчас никому неизвестна. Что они не просто скалы, они это зашлифовывали потом. Вот они скаловали, это нашлифованный. Тут достаточно большой, сантиметров, наверное, 12. Два символа, солнце и луч солнца, пирамида. Осматривая один из камней, Сергей обнаружил внутри каменной глыбы металлический предмет. Скульптор Иван Мельников не понимает, как такое возможно. Находка фермера привела в замешательство заслуженного художника России. Не знаю, как можно было в камень вогнать так штырь, чтобы он стоял там, не знаю, сколько лет, и его вытащить невозможно. Краевед и писатель Евгений Бажанов считает, что металл, застрявший в глыбе, может быть инструментом, с помощью которого эти камни обрабатывали. Меня он заинтересовал тем, что внутри этого камня находится металлический предмет наподобие трубы или шлямбура, внутрь вставленный, значит, вот в этом месте, и вот в этом поменьше. Этот камень, видно, очень старый. Исследователи считают, что эти камни – уникальное свидетельство технологий, которыми обладали древние цивилизации. Пирамидальный камень, плоская пирамида. Она двух уровней, один уровень, второй уровень. Здесь действительно есть два трубчатых предмета, которыми кололи эти камни. Металл современной науке неизвестен. Нечто похожее нашли китайцы у себя за тысячи километров. Возможно, именно здесь нужно искать разгадку того, как были построены великие пирамиды Египта и Южной Америки. Смотрите далее. Город, который опустелся один день. Что произошло пять тысяч лет назад на юге современного Пакистана? Население было застигнуто врасплох, и в домах, и на улицах. Уникальные археологические находки и новый взгляд на человеческую историю. Пирамида в центре Еместка построена была явно не отциками, не их предками, а на два-три тысячелетия раньше. Удастся ли современным людям избежать ошибок древних предков через несколько минут? При строительстве древнего города Мачу-Питчу не использовался цемент или какой-либо другой строительный клей. Камни, из которых сложены здания, можно сравнить с пазлом. Каждый блок имеет уникальную форму и плотно подогну именно в свое место. Между гранитными блоками не пройдет и волосок. Даже современной техникой выполнить такие объемы точного и уникального строительства невозможно. Это будет слишком дорого и долго. В июле 1911 года американский ученый из Ельского университета Хейрон Бингем обнаружил над долиной реки Урубамп на высоте 2450 метров надежно спрятанный джунглями древний каменный город. Храмы, пирамиды, дворцы, сложенные из огромных гранитных блоков, идеально симметричные и пропорциональные. Мачу-Питчу в переводе с языка южноамериканского племени инков означает старая вершина. По мнению исследователя Андрея Склярова, для индейцев этот город тоже стал большим открытием. Инки поняли, что случайно наткнулись на постройки древних людей, гораздо более древних, чем их цивилизация. В Перу и Боливне, вот этот район, который традиционно относится к, скажем так, к деятельности инков, Хотя инки, в общем, явно не владели соответствующими технологиями и близко к ним подходили. Версию о том, что Мачу-Питчу кто-то построил задолго до инков, подтверждают факты. Комплекс находится на вершине Большой горы. Для инков в таком неудобном расположении города не было никакого смысла. Кроме того, архитектура Мачу-Питчу резко отличается от привычных построек индейцев. Здесь все камни выточены с филигранной точностью. У инков, как говорят историки, просто не было инструментов для столь точной обработки твердых пород. Мы должны понимать только одно, что до нас были прав цивилизации, которые были очень мощными, которые существовали, так сказать, достаточно долго, достигли вершин в познании мира, в освоении этого мира. На самой вершине холма Мачу-Питчу находится храм Солнца, треугольная площадка идеальной формы, в середине которой возвышается священный камень Интиуаатана. На языке инков это означает «причал Солнца». Искусно обточенный гранитный монолит, в центре которого находится узкий четырехугольный столб. Андрей Скляров, исследователь древних цивилизаций, считает, что Интиуаатана была посадочной площадкой для летательных аппаратов. Летание на неких небесных колесницах. Какие, неважно. Просто летательный аппарат, перемещающийся по воздуху. Естественно, удобнее садиться на каких-то возвышенностях. Вот здесь была возвышенность с приспособленной формой. Возможно, именно поэтому камень получил такое странное название. Но кто же использовал этот «причал Солнца»? Необычные небесные явления, которые мы сейчас называем неопознанными летающими объектами, в древности часто называли летающими колесницами. Тогдашний народ мог только вообразить или представить себе, что еще лучше будет, если это колесница, тем более с богами по небу летит. Но что стало с великой цивилизацией? Почему высокие технологии не дошли до наших дней? Исследователи считают, что ответ на этот вопрос нужно искать в мифологии. Нет такого народа, у которого нет таких преданий. Описывается войны богов и демонов. И говорится, что в результате войн, которые происходили не только на земле, но и над землей, происходил раскол земли. Вероятно, в глубокой древности люди, достигнув высот прогресса, раскололись на две цивилизации и вступили в жестокую войну друг с другом. Война привела к уничтожению практически всего населения планеты и глобальному оледенению. Как произошло 12 тысяч лет назад, как, в общем-то, известно, и О'Келли, канадский геофизик, это подтвердил Людвиг Зайвер, польский астроном показали и еще целый ряд исследователей, что такое смещение оси происходило. Смещение оси, оно в первую очередь приведет к изменению формы земного геоида. И в первую очередь придут наступления воды океанов. Моделируя возможный сценарий такого конфликта, ученые пришли к выводу, что самые густонаселенные места планеты могли стать непригодными для жизни. Парниковый эффект привел к глобальному похолоданию. Миллионы тонн дыма и пепла окутали планету. Солнечный свет уже не прогревал земную поверхность, и летняя температура, например, в районе современного Нью-Йорка не поднималась выше минус 50 градусов по Цельсию. В этих условиях выжили только те, кто успел мигрировать в экваториальные области планеты, где природа была не столь жестока к людям. В Египте, Месопотамии и Южной Америке снова возникли цивилизованные поселения. Смотрите далее. На них не распространяется теория Дарвина. Тысячи лет назад на Земле господствовали гиганты. Действительно были исповеданы, были ли они предками людей. Загадка острова Пасхи. Кто помог аборигенам построить чудо света? Ученые не могут дать точного ответа. Как древние жители острова Пасхи перемещали эти статуи из каменоломни? Куда исчезли хозяева планеты, создавшие великие города? Это были люди с вытянутой формой черепа. Предметы, назначения которых невозможно объяснить, историки по традиции называют культовыми. Так, например, шумерский зикурат и пирамиды ацтеков традиционно считают местом поклонения богам. Однако некоторые исследователи считают, что эти сооружения использовались ценой и целью. Исследователи считают, что ацтеки, как и майя, не строили древних городов, а всего лишь заняли оставшиеся от древнейшей цивилизации постройки. Однако их жрецы хранили память о летающих людях-богах и ждали их возвращения. Многие ученые сомневаются в том, что тысячи лет назад люди могли самостоятельно освоить технологии, которые стали доступны лишь в 20 веке. Вполне вероятно, да, существовали процивилизации более глобальные, более, так сказать, развитые во всех отношениях, и, может быть, которые уже выходили в открытый космос и за пределы даже Солнечной системы, потому что множество доказательств без знаков мы видим и на Луне, и на Марсе, и даже, может быть, на Венере. Простой крестьянин, он может и коровник построить себе, загон для скота, но построить храм и такой, чтобы он простоял хотя бы сотни лет без капремонта, это надо было быть инженером, и не одним инженером. В одних легендах их называют богами, в других – демонами. Третьи просто описывают людей-великанов. Но смысл греческих мифов, индейских легенд, африканских сказаний и древнего эпоса Индии сводится к одному. До последнего ледникового периода на Земле обитала цивилизация сверхлюдей. Война между ними привела к глобальной катастрофе, в которой выжили единицы. На Земле могла существовать просто развитая процивилизация, которая потом по каким-то причинам погибла. Если мы знаем, что существует миф об Атлантиде. Причем этот миф, в общем-то, в разной форме, он встречается буквально на всех широтах, на всех долгодах нашего страны. Исследователи полагают, что после страшной войны небольшая группа людей смогла выжить. Среди них были ученые, которые жили обособленно и передавали свои знания из поколения в поколение. Действительно они существовали, и может даже не одна процивилизация за 4,5 миллиарда лет существования планеты Земля. Были какие-то глобальные войны, и якобы даже применялось вполне вероятно ядерное оружие. В июне 2003 года в Омской области, возле деревни Акунево, археологами было вскрыто захоронение эпохи неолита. Останки древних людей, живших в этих местах более 8 тысяч лет назад, потрясли научный мир. Это были люди с вытянутой формой черепа. Вот одна из представительниц племени, которая проводила эти захоронения. Археологи обнаружили 12 скелетов. Их черепа были необычной формой, сильно вытянутые в затылочной части. Это связано или с какими-то особыми функциями, которые должны были выполнять люди с измененной формой черепа в своем племени. Или ритуальное предназначение вообще человека. Когда антропологи определили пол и возраст, оказалось, что все черепа, а там было найдено 8 захоронений, во-первых, принадлежат женщинам в основном в возрасте 40-50 лет. И у всех оказалась искусственная деформация черепа. Исследователи уверены, молодые женщины были убиты во время некоего обряда. На одном черепе четко видны факты убийства ритуального. То есть висок был пробит каким-то колом, если это необычные женщины. Значит, они в каких-то участвовали обрядах. Возможно, они и помогали связаться человеку с какими... с подусторонним миром. Но кто и зачем убивал сверхлюдей? Ученые полагают, все они были древними жрицами и жили обособленно от остального племени. Аналогичные черепа находили в Мексике и Перу. Их обладатели отличал от современников необычайно большой мозг. Внутренний объем черепа составлял от 2,5 до 3,5 тысяч кубических сантиметров. В 1821 году в Соединенных Штатах в штате Теннесси нашли разваленные древние каменные стены. А под ней два человеческих скелета ростом 215 сантиметров. В 1930 году в Австралии обнаружили окаменелые отпечатки огромных человеческих ступней. Эту расу древних людей антропологи назвали мегантропусами. Действительно, были исполиды, но были ли они предками людей, или современного человека, или это были какие-то отдельные ветши, или какие-то друзья неандертальцев, или их соперники. Мы сейчас не можем это сказать. Скелеты гигантов находят по всему миру. Возможно, когда-то эти разумные существа расселились по всей Земле. Ведь даже в Крыму обнаружили останки людей исполинского роста. Здесь в Крыму крымским исследователям были найдены два скелета длиной до 3 метров, около 3 метров. С черепами, вот такими. Существуют, в принципе, и фотографии эти. Но почему эта информация не распространяется в средствах массовой информации, я не знаю. В глубинах Черного моря одна из экспедиций нашла античный город и скелеты жителей этого доисторического мегаполиса. Когда ребята возле Одессы ныряли с аквалангами, и видели там под водой существ большого роста. В наше время видели и 2000-е годы, и конец 90-х годов возле мыса Айя, под Севастополем. То есть они, возможно, представляют себе остатки вот той расы гигантов. Это все было засекречено по сейфам, это все хранится в соответствующих спецслужбах. Как выглядели эти таинственные гиганты? И почему исчезли с лица Земли? Огромные мегалиты, изображающие древних богов, находят в противоположных и даже изолированных друг от друга точках земного шара. Совершенно разные народы, совершенно в разных регионах, на разных материках говорят одно и то же. Невозможно получить одни и те же образы, совершенно в разных частях света. Они не могут возникнуть спонтанно. Более того, они не могут совпадать, те уж тем более, не могут совпадать в деталях. Остров Пасхи прославился на весь мир. Благодаря гигантским каменным истуканам Моаи, ученые не могут дать точного ответа. Как древние жители острова Пасхи перемещали эти статуи из каменоломи? Энтузиасты провели сотни экспериментов и смогли сдвинуть одну из статуй методом раскачивания лишь на несколько сантиметров. Удивительно, но местные легенды гласят, статуи Моаи сами двигались к месту своей стоянки. Согласно легендам местных аборигенов, статуи изображают великого предковхоту Матуа, который был изгнан своим народом и нашел пристанище на острове Пасхи. Остров Пасхи, он немножко особенный такой. Эти вот головы-то, головы просто символизировали память о тех существах, которые в то время были, может быть, богами. Более 900 массивных извояний весом под 12 тонн расставлены по всему острову в особом порядке. Исследователи предполагают, что в расположении статуй есть намек на то, что великий прародитель явился на остров словно птица. Смерть. Смотрите далее. Зараженные развалины. Почему разрушенный город стал радиоактивным? Действительно, применение было ядерного оружия по высокой температуре. Вертолеты древней Индии. Что увидели в небе авторы Махабхараты? Описывается оружие, которое способно разрушить целый город. Сверхспособности титанов. Может ли человечество открыть их тайну? Боги буквально закрыли от нас эти знания, записывая на нас пелену. Доисторические цивилизации оставили немало следов по всей планете. Ученым, например, еще не удалось проникнуть в тайну загадочного города на юге Пакистана. Архитектура древнего города Махенджадара и сегодня вызывает восхищение. Город считают практически идеальным с инженерной точки зрения. Здания были построены из обожженного кирпича и подключены к городской канализации. Кроме того, в Махенджадаро был свой собственный бассейн, тернохранилище и водопроводная система. Вот эти величественные руины. Древний город Махенджадаро. С языка синтхи это переводится как холм мертвецов. По мнению ученых, население этого города составляло почти 80 тысяч человек. Неприступная крепостная стена со всех сторон. Строгая планировка улиц и домов, система водопровода и канализации. По инфраструктуре Махенджадаро мало чем отличается от современных городов. Дальше возникает много вопросов. Если такая цивилизация существовала, она не может исчезнуть быстро. Почему она пришла в упадок, ученые до сих пор ответить не могут. 1979 год. Раскопки Махенджадаро. После нескольких недель раскопок, английскому исследователю Дэвиду Дэвинпорту удалось обнаружить около сотни человеческих останков и ни одной могилы. Скелеты были беспорядочно разбросаны на улицах. Население было застегнуто врасплох и в домах, и на улицах. Но по тому, как они расположены, скелеты, как бы располагались, катастрофа была неожиданной. Внимательно изучая карту древнего города, Дэвид Дэвинпорт обратил внимание на одну особенность. Максимальное количество разрушений сосредоточено в одной области, некоем эпицентре. Внутри него все строения словно испарились. Как будто их накрыл невероятно мощный шквал или взрыв огромной силы. На снимке руин Махенджадара из космоса отчетливо видна воронка диаметром 200 метров. По ее краям археологи обнаружили тектиты. Так в научном мире называют темно-зеленые куски стекла. Они образуются из глины и песка под воздействием высокой температуры. Около полутора тысяч градусов. Это похоже на взрыв тактического ядерного боеприпаса. На результаты взрыва, точнее. Дело в том, что при определенном соотношении мощности ядерного заряда и высоты подрыва у вас образуется вспекшийся остеклованный грунт. Невероятно! Но в древнеиндийском эпосе Махабхарата подробно описаны последствия взрыва атомной бомбы. Сжигаемый жаром оружие, мир шатался, как в лихорадке. Люди и звери загорались от жара и дико носились туда и сюда в поисках защиты. Вода стала горячей, а неистовство огня валило деревья рядами. Строки Махабхараты написаны за несколько тысячелетий до нашей эры. По оценкам экспертов, примерно в тот же период времени, когда был разрушен древний город Махенджадара. Версия взрыва ядерной бомбы казалась невероятной. Такое не могло произойти в древнем индийском городе пять тысяч лет назад. Археологи выдвинули версию, может быть, на город упал метеорит? Но если бы на город упало небесное тело, воронка была бы конусообразной, с огромным выбросом грунта по краям. В Махенджадара обнаружена ровная площадка с небольшим углублением в центре. Такие страшные следы остаются после взрыва атомной бомбы на высоте 100-150 метров над землей. По многим признакам, Махенджадара напоминает Хиросиму и Нагасаки после атомных взрывов. Может быть, жители древнего города стали жертвами неудачного ядерного эксперимента? Невероятно, но все останки почивших жителей древнего города излучали радиацию в десятки раз превосходящую норму. В это трудно поверить, но сделанные исследователями открытия и найденные артефакты указывали на то, что здесь действительно произошел ядерный взрыв. То, что находятся следы в различных частях тела, в некие воронки, это говорит о том, что, ну да, может быть, действительно применение было ядерного оружия, высокой температуры, и как бы доказательство, что расплавился даже там камень и металл. Описывается, так сказать, применение именно ракет или неизвестно других каких-то другого оружия. Вот по уничтожению, массовому уничтожению. Исследователи полагают, что история Махенджадара может многое рассказать о развитии человечества. Радиация, характерные следы взрыва и полное опустошение. Скорее всего, город стал жертвой глобального конфликта. Доисторические цивилизации овладели ядерными технологиями и в какой-то момент использовали весь свой чудовищный арсенал. Кто и кого мог атаковать ядерным оружием в ту пору? Но уж если люди начали им обмениваться, или разумные существа, да, условно разумные, скажем так, то это не должен быть ни единичный случай. Не это ли вызвало смещение земной оси и ледниковый период? Когда современные ученые смоделировали ситуацию атомной войны, они уверенно заявили, такой конфликт вызовет сначала резкое похолодание, а потом и олитенение планеты. Жизнь может сохраниться только на экваторе. Информация есть и в шумерских сказаниях, и в древнекитайских легендах. Это было явление планетарного масштаба. И понятно, что в планетарном масштабе даже развитая процивилизация действительно могла погибнуть. Древняя книга Махабхарата упоминает и о таинственных летающих машинах, и звергающих молнии. Не похоже ли это на современные стратегические бомбардировщики? Описание Виманы встречается абсолютно во всех древнеиндийских эпосах. Тут же приводится точное описание внешнего вида и устройства летательных аппаратов. На хинде Вимана означает летательный аппарат. Ну, если брать сегодняшний день, то это самолет или какой-нибудь там космический корабль. Если верить древним манускриптам, Виманы широко использовались в строительстве масштабных зданий и в военных действиях, а по своей мощности и скорости не уступали современным вертолетам. Указывается, что эти самые Виманы могли развивать в атмосфере скорость до 800 км в час, летать на высоте до 12 км. 1973 год. Индия. Группа ученых издает перевод древнего труда под названием Вимани Кашастра. В книге подробно описаны действия воздушных колесниц или Виман. Сообщается, что Виманы были невероятно прочными. Их нельзя было сломать или даже сжечь. В Виманах использовался двигатель на ртутном топливе. А они были гражданскими и боевыми. Описывается оружие, которое способно разрушить одной стрелой, или как молнией Индры, разрушить целый город. Описываются последствия этого оружия. Описываются технические средства, которые доставляют это оружие. Летательные аппараты. Вимани Кашастра не эпос и не предание. Это настоящие технические трактаты. В текстах, возраст которых насчитывает 2500 лет, приведены схемы, чертежи и указаны размеры деталей летательных аппаратов. В древнем трактате есть даже описание того, что Вимана может летать не только из одной страны в другую, но и из одного мира в другой. Но кем были пилоты этих воздушных кораблей? Представителями высокоразвитой земной цивилизации или пришельцами из космоса? Посещали нас представители процивилизации. Либо посещали, либо сосуществовали с нами вместе. Они были разные. А могли, собственно говоря, и делить сферы влияния, что приводило к катаклизмам и к катастрофам. Возможно, одна из таких катастроф и погубила 5000 лет назад древний город Махенджадаро. В древнеиндийских легендах содержится огромное количество данных о том, что древние индусы обладали настолько мощным разрушителем оружия массового поражения, по сравнению с которыми современные бомбы выглядят новогодней хлопушкой. Но наиболее подробно и красочно эта война описана в древнеиндийском эпосе Махабхарата. В его основе лежит повествование о конфликте между двумя группами двоюродных братьев, пятью пандавами и ста кауравами. Враждующие стороны применяют друг против друга различные типы сверхмощного вооружения. Их описания до недавнего времени казались чем-то сказочным и неправдоподобным. Очень много названий, очень много технических терминов, которые конкретно описывают тот или иной вид оружия. И не только ядерное оружие, и лазерное оружие, и вакуумную бомбу, и направленный пучок света, и направленный пучок энергии. Индийский, египетский, шумерский эпос приводит перекликающиеся детали. Древних воинов легенды наделяют сверхъестественными способностями. Левитация, телекинез и даже способность перемещаться мгновенно в пространстве. Возможно, огромные камни, они расплавляли лишь силой мысли. Имели совершенно иной уровень развития, и они имели совершенно иные технологии. Согласно преданиям, в древние очень времена, боги буквально закрыли от нас эти знания, зависели на нас. После глобального конфликта сама Земля пришла в движение. Многомиллионные массы льда и камней буквально стерли в порошок все, что было построено за много лет, от полюсов до экватора. Единственное, что сегодня можно найти, это камни, оттесанные и обработанные с помощью сложных технологий миллионы лет назад. Смотрите далее. Как работала система древних электростанций? Где производились энергии в древности? Они производились пирамидами. Почему великие знания оказались недоступны для человечества? Это сооружение, оно было взорвано так, что от него остались там куски в несколько сотен тонн. Новейшая история Земли, о которой не напишут в учебниках. Пирамида в центре Миска построена была явно не отциками, не их предками, а на два-три тысячелетия раньше. Технологии древних цивилизаций по обработке камня, перемещению огромных объектов и сооружению колоссальных построек намного превосходили современные. Возможно, в древности люди обладали уникальными технологиями размягчения камней и переноса их с помощью звука. Археологические находки подтверждают, пирамиды, разбросанные по всему миру, принадлежат к особой древней культуре. То, что нашло отражение в мифах в виде атлантов, гиперборейцев и человекоподобных богов. Скажем, если что у нас сегодня, где у нас сегодня производится, ну, допустим, электроэнергия, она производится на теплоэлектростанциях, на атомных электростанциях, на гидроэлектростанциях, это для нас очень нормально. Где производились энергии в древности? А вот они и производились. Они производились пирамидами. Владимир Васильев считает, что современные исследования пирамид можно сравнить с тем, как если бы первобытные дикари сегодня откопали брошенную атомную электростанцию. Естественно, атомщики убрали из нее все опасное оборудование. Осталось огромное помещение, уходящее под землю на семь этажей, а рядом рукотворный бассейн. Человеку, незнакомому с ядерной физикой, смысл такой постройки будет совершенно непонятен. Возможно, спустя миллион лет такое здание тоже назовут культовым сооружением. Технология строительства этих пирамид является очень сложной. Можно как бы допустить, что развитие, либо развитие производительных сил в тот период было очень сильным и большим, либо в таком случае имело место доступ какого-то рода энергиям. По мнению исследователей, пирамиды были расставлены по всему миру с целью обеспечить доступ к высоким энергиям, от которых работали и древние индийские виманы, и величественные города. Возможно, использование столь массивных глыб в строительстве этих пирамид было обусловлено мерами безопасности, так же, как современные реакторы атомных станций накрывают мощным бетонным куполом. Пирамиды в центре Мехико, ну, там бывший чечен Четлан, ну, во-первых, построены были явно не отцеками, не их предками, а два-три тысячелетия раньше. Имеют очень сложную структуру. То есть это не просто навал камней, покрытый сверху какими-то плитами. Они имеют многослойную структуру, имеют структуру ходов, определенную внутреннюю конструкцию, а имеют какую-то подземную часть. Это Боливия. Вблизи самого высокогорного озера в мире Титикака расположены останки древнего комплекса Пума-Пунку. Его назначение историками до сих пор не определено. Идеально подогнанные плиты из твердого андезита образуют фундамент монумента. Строения, которые находились на нем, не удалось воссоздать ни одному археологу. И неудивительно. Каменные блоки в несколько сот тонн буквально разбросаны в радиусе нескольких километров. Это сооружение, уже непонятной формы, оно было взорвано так, что от него остались куски в несколько сотен тонн. Эти куски взлетели в воздух, перевернулись, упали абы как. И потом их еще взяли и сгребли в одну кучу. Это, скажем так, если не большой ядерный взрыв, но, по крайней мере, сопоставимый с тактическим ядерным оружием. Исследователь утверждает, в Перу и Боливии осталось множество доказательств древних контролируемых взрывов. Возможно, ученые древней доисторической цивилизации пытались таким образом уничтожить остатки топлива и энергетические установки пирамид. Но почему они так спешили? И удалось ли процивилизации уничтожить отходы своих ядерных реакторов? Возможно, древние создали хранилища мощной и пока неизвестной человечеству энергии. Любая наука, в том числе и археология, требует точности и внимания к малейшим деталям. Отметая исторические факты и принимая подробные технические описания летательных аппаратов древности за сказку, мы создаем угрозу собственной безопасности. Ведь никто наверняка не знает, например, сколько ядерного оружия было у древних шумеров и где оно хранится теперь. С вами была Анна Чатман. В мире еще много тайн, которые нам предстоит раскрыть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова